ДИНА ГАЗПРОМ ЮГРА В высшей лиге определились участники полуфиналов. Рубрика «Жизнь АМФР». Руководители российского мини-футбола посетили Ярославль. Вперед к победе на Евро! Сборная России, не потеряв ни одного очка, уверенно квалифицировалась в финальный этап чемпионата Европы 2016. Об этом прямо сейчас. Мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы. Уникальные общероссийские проекты при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Наши двери открыты для каждого. Мини-футбол. Игра для всех. Сборная России по мини-футболу в Боснии уверенно провела три игры отборочного раунда к чемпионату Европы 2016 года и пробилась в финальную часть. В первой встрече подопечные Сергея Скоровича со счетом 5-0 переиграли команду Латвии. Неугомонный Сергей Абрамов отметился дублем. По разу отличились Лысков, Батарев и Ромулу. Представителей оранжевого футбола, голландцев, россияне также обыграли в сухую 3-0. Голы на счету Лыскова, Сергеева и капитана Переверзева. Было очень тяжело, несмотря на то, что у нас сильный состав. Соперники каждый хотел попасть на Евро и бились до последнего. Как, например, хозяева мини-турнира – босницы. В решающей третьей игре балканцы сравняли счет в матче против России на предпоследней минуте. Но главным героем той встречи стал Данил Кутузов. Чемпион России в составе Дины в этой встрече оформил дубль и забил победный гол сборной России. 2-1. Было 20 секунд, мы думали поменять вратаря, но в конечном итоге ничья нас устраивали. Решили сыграть комбинацию, провести. Ребята воплотили ее в жизнь. Здорово, изобили. Победили на флажке. Но вот так и команды проявляют свое мастерство. В итоге сборная России набрала максимальное количество очков в отборочной группе и напрямую пробилась на Евро. Финальная часть которого состоится в феврале 2016 года в Сербии. Помимо нашей команды на континентальный чемпионат отобрались сборные Испании, Италии, Украины, Словении, Хорватии и Португалии. Сербия не участвовала в отборочном турнире на правах хозяйки первенства. Оставшиеся четыре путевки на Евро разыграют в сентябре 2015 года. Переходим к обзору 22-го тура Суперлиги. Сенара, желая реабилитироваться перед болельщиками за болезненное поражение в Сыктывкаре, одержала непростую домашнюю победу над Политехом. На головы Аширова и Мохова гости ответили точным ударом Романова и вполне могли спастись на последней минуте игры. Но Сергей Абрамов, не уральский, а питерский, не сумел реализовать дабл-пенальти. Итог встречи 2-1. В еще одном прославленном мини-футбольном городе Тюмени случилась первая сенсация тура. Московские коммунисты, дважды уступая хозяевам по ходу встречи, смогли добиться важнейшей волевой победы. И это при том, что гости фактически играли без главного тренера и за дисквалификации Тимур Олегберов наблюдал за матчем с трибуны. Решающий мяч в составе красных забил юный форвард Александр Коробейников. 3-2. Первая в истории победа КПРФ на Тюменской земле. Пустые ворота, как можно не забивать. Меня простите, конечно, но это детская юношеская школа. Но нельзя так играть дома. Вообще нельзя так играть дома, тем более, когда у нас уже череда поражений домашних, она уже очень длинная. Еще одна команда московского региона «Мытищи» также преподнесла своим болельщикам приятный сюрприз в матче с «Сибиряком». Причем, как и футболисты КПРФ, мытищинцы провели игру без дисквалифицированного рулевого Максима Горбунова. Дважды ведя по ходу встречи, в концовке подмосковные футболисты свели дело к ничье 3-3. По дублю оформили два Сергея – Оруженцев и Иванов. Судя по счету и по игре, я думаю, в принципе, результат более-менее объективный. Да, у «Сибиряка», наверное, было больше шансов. Мяч по ленточке пару раз катался. Ну и у нас были там штанги. Но считаю, что результат закономерен. Еще одна сенсация минувшего тура случилась в Норильске, где хозяева неожиданно проиграли «Глазовскому прогрессу». Подопечный Валерия Чугайнова, которым отступать давно уже некуда, собрали волю в кулак и достойно сыграли за честь клуба и республики. Ведя по ходу встречи в четыре мяча, в итоге команда из Удмуртии победила со счетом 5-3. Дубль в активе Александра Дунца. А вот во встрече «Спартака» и «Динамо» обошлось без сюрпризов. Пусть и не без труда, но «Белоголубые» все же ожидаемо победили в возрожденном дерби со сверхрезультативным счетом 10-6. Стоит отметить, что несмотря на номинальный статус гостей, фактически «Динамовцы» играли на домашней площадке в Щелкове. Пентатрик оформил Фернандинью, хитрик на счету Артема Ниязова. Я в каждой игре выкладываюсь, делаю все для защиты и для нападений, стараюсь забить как можно больше голов. Но здесь мой главный вклад не в то, сколько голов я забил, а в то, что команда с моим участием смогла победить. И я надеюсь, что так и будет продолжаться дальше. Наконец, в центральном поединке тура встретились две лучшие команды прошлого сезона – чемпион страны «Дина» и вице-чемпион «Газпром Югра». Соперники подарили публике Дворца спорта «Квант» и аудитории телеканала «Спорт» настоящий мини-футбольный праздник. Проблемы «Диновцев» во вратарской линии и трудности с реализацией пятого полябова, а также блестящая игра Эдера Лимы, привели к тому, что югорчане одержали важнейшую гостевую победу 7-4. Очередной гол в свой актив занес импульсивный голкипер Югры Звиад Купатадзе. Я очень рад, что после такой спады психологически, который у нас был после потери, проигрыша в полфинале Кубка, все равно команда могла подняться, могла играть в такую хорошую игру против «Дина», в детстве чемпион. Очень сильная команда, которая имеет очень много оружия, и одна из них – это 5-4, и мы могли при этой игре 5-4 не пропустить ни одного гола. В турнирной таблице Суперлиги по-прежнему лидирует «Динамо», «Газпром», победивший в Троицке, воспользовался осечкой «Сибиряка» и вырвался на вторую строчку. Коммунисты вытеснили из зоны плей-офф Норильский Никель, а «Ямал», неожиданно одолевший новую генерацию, произвел рокировку со «Спартаком». С 3 по 5 апреля пройдут матчи 23-го тура Российской Суперлиги. Выделим игры в Климовске, где КПРФ и Мутищи в очном споре будут отстаивать право пробиться в плей-офф. Первую встречу между Тюменью и «Спартаком» 4 апреля в прямом эфире покажет телеканал «Спорт». В подмосковном городе Щелково 25 марта прошел первый финальный день 10-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». За победу в младшей возрастной категории юбилейного розыгрыша турнира в течение нескольких дней боролись 40 команд мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 14 лет. И действительно праздник детского мини-футбола, пришедшийся на весенние каникулы, как и в прошлые годы, удался на славу. Преодолев по ходу этого сезона множество сложнейших отборочных матчей, финальные поединки ребята провели в честной и бескомпромиссной борьбе, наглядно показав весьма высокий уровень игры. Конечно, есть прогрессы. Сегодня мы видели финалы по игре и по накалу. И по тактической выучке сегодня дети уже технически более оснащены. Это здорово. Юбилейный 10-й сезон проекта «Мини-футбол в школу» по традиции собрал в Подмосковье команды из самых разных уголков нашей страны. Москва и Краснодарский край, Хабаровска, Иркутск, Северная Осетия и Бурятия. Потрясающий по ширине охвата список российских городов и регионов, представленных на турнире, можно продолжать. Это самый грандиозный, мне кажется, проект, который у нас в России вот именно для школьных команд. Таких не специализированных школ, а просто для школьных простых девчонок и мальчишек, которые любят играть в футбол. Очень масштабный. Мы по сравнению ездили в Дежинкс на Положье. Он намного, очень, намного отличается от этого. Тут, как, не знаю, очень круто. С точки зрения организации соревнований, 10-й сезон «Мишки» также сохранил лучшие традиции прошлых лет. Ребята проживали в тихом и комфортабельном курорт-парке «Союз». Чтобы понять, какие условия были у участников проекта, достаточно сказать, что именно на этой базе в 2012 году национальная сборная России проводила подготовку к чемпионату мира. Здесь есть зоопарк, аквапарк, кино. Все почти есть. Все, что надо для ребенка. Не лишним будет отметить, что Щелково по случаю 10-летнего юбилея проекта «Минифутбол в школу» посетили давние партнеры АМФР по развитию школьного и студенческого футзала из Китая. Мне очень приятно быть здесь. Это здорово, что наши страны обмениваются подобным опытом и прекрасно, что в России проходят столь масштабные соревнования. Мы в Китае стараемся учиться у российских коллег, чтобы наши дети играли так же здорово, как и ваши. Проект замечательный, 10-й юбилейный, и больше миллиона детей уже занимается, играет в этом проекте. Я думаю, что с каждым годом все будет увеличиваться. Поэтому думаю, что этот проект состоялся, и он только будет более мощный с каждым годом. Мощнее и мощнее будет становиться. Конечно, про проект я уже давно знаю, этот новоочий вижу в первый раз. Как руководство правильной ассоциации отмечает, эти дети – это наши будущие болельщики. Это вообще то поколение, которое будет любить спорт, и в частности мини-футбол. По окончании соревнований программа дня не закончилась. Более того, ребятам выпала поистине уникальная возможность вживую посмотреть матч «Легенд российского мини-футбола». Многократные чемпионы и обладатели Кубка страны, триумфаторы Кубка Уэфа и первенства Европы собрались в этот день на паркете, чтобы порадовать своей искрометной игрой детей со всей страны. Как и подобает таким случаем, закономерным итогом матча стала боевая ничья на табло и победа дружбы на площадке. Хороший проект, и я думаю, в дальнейшем он будет развиваться, и мы своим присутствием, если приглашать, будем только стараться радовать. В завершении большого соревновательного дня состоялась яркая и красочная церемония награждения, в которой приняли участие президенты клубов Суперлиги, подготовившие для участников проекта специальные призы и вручившие их юным футболистам. Также заслуженных наград за многолетнюю работу по развитию мини-футбола в школу на местах были удостоены, ответственные за реализацию проекта в регионах России. Я на 10 лет помолодел, потому что 10-й, если бы это, наверное, было 20-й, я бы, наверное, и на 20-й. Великолепная организация. Получился большой праздник, и я очень рад, что на финальную часть 10-летнего юбилейного проекта мини-футбол школы приехало большое количество наших друзей. Приехали наши друзья из Китая. Нас посетили президенты клубов Суперлиги. Сегодня мы видели прекрасную игру наших ветеранов, звезд отечественного мини-футбола. Более одного миллиона участников в этом проекте. Большое количество школ вовлечено в этот проект. Сегодня министерство оценило всех организаторов, учителей физкультуры, директоров школ и от лица Российского футбольного союза. И от ассоциации мини-футбола и министерства спорта. Мы будем продолжать поздравлять и награждать всех причастных людей к этому проекту. На этом первый большой финал юбилейного 10-го сезона общероссийского проекта мини-футбол в школу подошел к концу. Второй финальный день с участием старшеклассников состоится 1 апреля. И, надо полагать, будет не менее интересным. Ждать осталось недолго. По случаю 10-летнего юбилея Мишки ко всем участникам и организаторам проекта с поздравительным словом обратился министр спорта России Виталий Мутко. Замечательный проект, который всячески надо поддерживать. Это мини-футбол в школу, который дает возможность играть в эту замечательную игру любому школьнику в любом уголке нашей страны. Это доступный проект. Любая футбольная команда любой школы может добраться до финала. Хочется всех поздравить 10-летним юбилеем организаторов, участников. И, конечно, пожелать нам дальнейшего развития этого проекта. Играйте в футбол. Футбол больше, чем игра. Во втором по значимости дивизионе российского меню футбола завершился первый раунд плей-офф. Ситы четвертьфиналов смогли преодолеть Ишим Тюмень 2 и Ухта. Денис Абышев, легенда и ветеран тюменского меню футбола, отличился в двух играх подряд против Якутской Зари. Победа 2-1 в гостях и ничья 3-3 дома позволили сибирякам пробиться в полуфинал. Ухта после проигрыша 1-4 в Саратове мобилизовалась дома и разгромила дебютантов высшей лиги со счетом 8-1. В итоге победитель регулярного этапа Алмаз Алрос за попадание в финал сразится с тюменской дружиной. А дуэлянтом сургутского факела будет меню футбольный клуб Ухта. Матчи полуфинальной стадии высшей лиги состоятся 4 и 11 апреля. В женском чемпионате страны прошли матчи 13-го тура. Питерская Аврора на правах фаворита разгромила торпеда Мами со счетом 6-0. По дубле оформили Маргарита Семенова и Виктория Лебедева. В другой паре снежанокотельники Лагуна Уор борьбы было гораздо больше. Но и здесь вверх одержали гости 4-3. В турнирной таблице женской лиги по сравнению с предыдущим туром позиционных изменений не произошло. Аврора по-прежнему пытается настигнуть Лагуну в чемпионской гонке. Руководители АМФР продолжают активную работу по развитию мини-футбола в регионах. В следующем после Крыма и Казани для командировки был выбран город Ярославль. Цель поездки – развитие массового и профессионального мини-футбола на территории 7 регионов, входящих в состав Золотого кольца. Президент АМФР Эмилия Лиев принял участие в исполкоме Федерации футбола «Золотое кольцо», где обсуждались вопросы развития областных соревнований среди мужских команд, что позволит в ближайшей перспективе придать им статус дивизиона «Б» в высшей лиге. Города с большим количеством любительских коллективов, а к их числу относится сегодня и Ярославль, будут вовлечены в единое соревнование ассоциации с региональными отборочными турнирами и финалом в Москве. Это, во-первых, первый визит столь высокого руководителя, руководителя мини-футбола, вообще не только в Ярославль, но и в «Золотое кольцо». Поэтому очень хочется верить в то, что те вопросы, которые сегодня обсуждались из полкови, между региональной федерацией футбола «Золотое кольцо», на встрече с руководством спорта Ярославской области будут сейчас обсуждаться, осмотренные объекты инфраструктуры города – это все даст определенный толчок к развитию. В нашем визите родилась самая главная, основная идея о том, что Ярославлю просто необходима профессиональная команда. И думаю, что если руководство услышит эту идею, на базе бренда «Локомотив» создать профессиональный мини-футбольный клуб и ассоциация мини-футбола будет способствовать реализации этой идеи. Сегодня такие планы к нами уже реализуются в Казани под брендом «Рубина». Казанского будет, надеюсь, создан мини-футбольный клуб. И если это произойдет и в Ярославле под брендом «Локомотив», то я думаю, что самая главная мини-футбольная просто высоко оценит роль ярославских руководителей в развитии нашей дисциплины. Также на минувшей неделе состоялось очередное совещание руководителей клубов Суперлиги. Оно прошло в Шелковском дворце спорта Подмосковья и было приурочено к праздничным мероприятиям, посвященным десятилетию проекта «Мини-футбол в школу». Эмили Лиев рассказал собравшимся о региональной активности ассоциации. Сергей Скорович подвел итоги выступления национальной сборной России в отборочном турнире Евро-2016. Кроме того, топ-менеджеры Суперлиги высоко оценили организацию второго сезона Кубка Еременко, изучили доработанный регламент по маркетингу и коммуникациям, единогласно приняли решение по увеличению времени матча дублирующих составов до 50 минут чистого времени, а также признали оптимальной действующую систему розыгрыша чемпионата России и формулу легионеров. Совсем скоро мы узнаем, кто станет обладателем Кубка России по мини-футболу в 2015 году. Действующему обладателю трофея подмосковному «Динамо» в решающей стадии турнира даст бой на рильский никель. Полярники впервые за 15 лет пробились в финал, и команда экс-динамовца Константина Маевского полна решимости выиграть Кубок страны. Очень благодарен «Динамо» как клубу, потому что действительно с ним все мои титулы я выиграл, ну еще и со сборной, конечно, но благодаря «Динамо», наверное, сегодня меня знают. Нам всем известно, что с этого года возглавляет испанский специалист, что сегодня модель игры «Динамо» она немного отлична от прошлогодней. Есть особенности сегодня у игры «Динамо». «Динамо» флагман сегодня российского мини-футбола, и просто ждем действительно очень интересных, хороших матчей с этой командой. Отношения и желания. Я уверен, что если эти два компонента будут на самом высоком уровне у моей команды, то у нас будет шанс. Шанс есть всегда, главное – работать. Дуэлянты в этом сезоне уже встречались в рамках 13-го тура Суперлиги. После разгромного поражения в первой игре 2-11, команда Маевского во втором матче показала зубы и сыграла с клубом-гигантом в ничью 6-6. Наша команда не проигрывает норильчанам уже 18 матчей подряд. Статистика в нашу пользу. Но хочу отметить характер футболистов норильского никеля. Наш будущий соперник очень самоотверженно играет как в защите, так и в нападении. В финале нам будет очень непросто. Итак, обладателя Кубка России мы узнаем в День космонавтики 12 апреля в Москве. Прямая трансляция матча будет на телеканале «Спорт». Ну а первая игра финала состоится 8 апреля в Норильске. Не пропустите! Мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы. Уникальные общероссийские проекты при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Наши двери открыты для каждого. Мини-футбол. Игра для всех. И на сегодня у нас все. Еще раз поздравляем сборную России с выходом в финальный этап Евро-2016. Любите мини-футбол так же, как мы. Любите мини-футбол больше нас. До встречи через две недели. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин